Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Fritids Tour. У нас появилась возможность на несколько дней уехать из Киева этим летом. В Киеве было очень жарко, поэтому не хотели оставлять попугая в городской квартире под присмотром знакомых. Взяли птичку с собой в Черкассы. В Черкассах летом погода получше, город маленький, людей и автомобилей мало. А деревьев и свежего воздуха много. В черте города Днепр очень широкий и берег со стороны города пологий с благоустроенными пляжами, парком и долиной роз. Проша, ручной попугай, прожил у нас больше пяти лет. Несколько раз гуляли с ним в Киеве возле Днепра. Он сидел на плече и с полотенца не сходил. А этим летом в Черкассах оказалось так же жарко, как и в Киеве. И весь день мы страдали от духоты. И вечером пошли гулять на Днепр, а в долину роз. Роша был с нами и стали снимать это видео около 21 часа, 26 июня этого года. Вечером обычно попугай был неактивный, собирался спать. И вдруг он закричал и улетел на высокую березу. Мы его звали, пока не стемнело. На следующее утро пришли на то же место в 5.30. Звали, искали его, но не нашли. В это же время в долине роз оказалось много людей и птиц. У кого-то был выпускной. Может быть кто-то и видел нашего попугая. Проша ручной, говорящий сенегальский попугай, но с ним не все так просто. Кричит он очень громко, кусает, если у него плохое настроение. Кусает в основном мужчин. Легко может прокосить ухо. Грызет все, одежду, косяки, дверей, обои. Очень переборчивый корму. Для содержания нужна большая клетка, постоянный ход, присутствие человека. Он не любит оставаться один. Попугайщик не подходит, как игрушка для детей. Клювом может нанести серьезную травму. Мы любим его со всеми его недостатками. И просим сообщить, если у вас есть какие-нибудь сведения о нашем попугаю прошлом. Всем спасибо за просмотр. Надеемся на вашу помощь. Пока.